Всем доброго дня, это Гелиосар и География просто. Учебник под редакцией Домогатских, 8 класс, География России. Параграф 7. Тектоническое строение. Назовите крупнейшие литосферные плиты Земли. К крупнейшим литосферным плитам относятся Тихоокеанская, Североамериканская, Южноамериканская, Африканская, Евроазиатская, Индоавстралийская и Антарктическая платформы, вернее литосферные плиты. Какие существуют виды тектонических структур? Собственно говоря, сами по себе платформы и есть к тектоническим структурам. Строение земной коры. Почти вся территория нашей страны расположена в пределах евроазиатской литосферной плиты. Граница этой плиты находится далеко от рубежей России. Все это определяет геологическую стабильность на большей части территории России. Только на самом востоке к евроазийской плите примыкают несколько как крупных плит, вроде Североамериканской и Тихоокеанской, так и относительно небольших Охотской и Амурской. В предыдущем вопросе, в самом начале параграфа, там упоминались именно крупнейшие плиты, а есть еще маленькие. На границах литосферных плит идут сложные и разнообразные процессы, связанные со столкновением и раздвиганием литосферных блоков. Но большая часть территорий страны в геологическом отношении спокойная. Однако были периоды, когда на территории России происходили значительные геологические события. В протерозойское время территория нынешнего Среднесибирского плоскогорья была разбита системой глубоких трещин, по которым к поверхности земли устремлялось вещество мантии. Многие миллионы лет на огромной площади продолжались почти непрерывные вулканические извержения. В каменно-угольном периоде пришли в столкновение две литосферные плиты, которые образовали нынешнюю, евроазиатскую. В результате на их границе образовался огромный горный хребет, по высоте почти равный современным Гималаям. Где он сейчас? Стоит на том же месте, где и возник. Только силы выветривания полностью изменили его облик. На месте поднимающихся к самым облакам заснеженных вершин теперь невысокие, сильно разрушенные горы, уральские. А в Мезозоре обширный участок суши, лежащий к востоку от Урала, то есть в Сибири, опустился почти на 2-3 километра. И на месте нынешней западно-сибирской равнины было огромное море, почти океан. Для характеристики истории формирования и строения земной коры используются тектонические карты. В основу этих карт положен возраст формирования тектонических структур, платформ и складчатых областей. Складчатые области по сути это горы. Вот только горы могли образоваться очень давно, а могли образоваться совсем недавно. Платформы это крупные на 2-3 тысячи километров поперечники, относительно устойчивые участки земной коры. Когда-то на месте платформ были горы, они разрушались под действием сил выветривания. Земная поверхность выравнивалась, на ней откладывались свои осадочных горных пород, различные глины, пески, известняки. Так на месте складчатого пояса образовывалась платформа, горы сменялись равнинами. В строении платформ выделяются два яруса. Нижний ярус, сама по себе платформа, она называется фундаментом или цоколем. Свои горных пород в цоколе платформы смяты в складки, это остатки тех самых складчатых гор, которые были здесь раньше. Верхний ярус осадочных пород называется осадочным чехлом. Это толщи горных пород, чаще всего обломочного происхождения. Проще говоря, разрушались огромнейшие горы, которые были высотой в несколько километров. И ветер миллионы лет просто растаскивал песок во все стороны. Таким образом, на месте бывших гор образовывались равнины, которые могли подниматься на сотни метров над уровнем моря просто из-за разрушения огромнейших гор. Вот эти самые пески от этих самых гор, они и являются тем самым осадочным чехлом. По возрасту фундамента платформы делят на древние и молодые. У древних платформ фундамент сформирован в архейскую и протерозойскую эры, у молодых в поляозойскую. Платформам в рельефе соответствуют обширные равнины, низкие или высокие. Каждому ярусу платформы соответствуют свои полезные ископаемые. Складч этому фундаменту рудные, а осадочному чехлу осадочные нефть, газ, уголь, соли. Но могут быть, конечно, и руды, железные и марганцевые, которые осадочного происхождения также. Поверхность складчатого основания неровная, поэтому глубина залегания отдельных его частей различна. Исходя из нее, выделяют части платформы. Обширные выходы фундамента платформы на поверхность называют щитом. Если вдруг сама по себе вот эта платформа вдруг выглядывает над огромным объемом осадочных пород, ну так получилось, что в некотором месте возникло такое возвышение. Это возвышение называется щитом. И такие щиты очень удобны, потому что они всегда практически богаты различными рудными полезными ископаемыми. До них не надо докапываться. Индия, например, в этом отношении очень богата такими вот полезными ископаемыми. В тектоническом строении России можно выделить несколько крупных щитов и огромные плиты. Как и вся земля, территория нашей страны пережила несколько периодов активизации горообразовательных процессов. Рассмотрим на тектонической карте России области, относящейся к той или иной складчатости. Область самой древней, докембрийской складчатости, занимает огромную территорию нашей страны. Гор этого возраста, конечно, давно нет. Они возникли более 600 миллионов лет назад и полностью были разрушены силами выветривания. Горные породы этого возраста образуют фундамент древних платформ страны – восточноевропейской и сибирской. В некоторых местах докембрийские горные породы складчатого основания выходят на поверхность земли. В этих местах расположены крупные щиты – Балтийский, Алданский, Аннабарский. В последующие геологические эпохи горообразовательные процессы активно протекали на территориях, примыкающих к древним платформам. В результате Каледонской, которая была 400 миллионов лет назад, и Герцинской, 300 миллионов лет назад, складчатостей, между древними платформами образовались горы – Урал, Алтай и Саяны. Эти древние горы постепенно разрушались. В более позднее время они были снова смяты – Урал сюда не относится, а вот Алтай и Саяны относятся. Именно на Алтае и на Саяны в позднее время вновь начались горообразовательные процессы. И они были снова смяты в складки, превратившись в складчато-глыбовые горы. В Палеозое возникли горы, разрушение которых привело к образованию фундамента молодых платформ – Западно-Сибирской и Печорской. Таким образом, на территории, занятой палеозойской складчатостью, кроме гор, есть и равнины, расположенные на поверхности молодых плит. В начале Мезозоя на северо-востоке Евразии возник подвижный складчатый пояс. Здесь, вследствие прогиба земной коры, большие площади оказались заняты мелководными морями. В конце мелового периода опускание поверхности суши сменилось подъемом, что привело к образованию на северо-востоке Сибири и Дальнем Востоке ряда горных систем – Верхоянский хребет, Хребет Черского, Хребты, Чукотки и Сихоте-Алини. В область Кайнозойской складчатости в России входят Альпийский на юге и Тихоокеанский на востоке пояса. Кайнозойская – это самая молодая эпоха складчатости, а Альпийские и Тихоокеанские пояса – самые молодые. К Альпийскому поясу относится сравнительно небольшая часть России – Кавказские горы, которые образовались всего-то от 5 до 10 миллионов лет назад и продолжают образовываться. В Тихоокеанский пояс или Тихоокеанское огненное кольцо, которое окамляет почти весь Тихий океан со всех сторон, в пределах России входят горы Камчатки, Сахалина и Курильских островов. Горообразование здесь очень активно и в наше время сопровождается сильными земнотрясениями и частыми извержениями вулканов. Повторим, главное. В тектоническом строении России выделяют участки древних восточноевропейской и сибирской платформ и молодых западносибирской и печорской платформ, занимающих большую часть территорий страны. Разновозрастные складчатые пояса разделяют и окружают платформенные участки. Горы России образовывались в разные эпохи складчатости, то есть есть и старые и молодые. Самые древние горы находятся в районе Байкала, самые молодые на Дальнем Востоке. Повторяю, в районе Байкала были две эпохи складчатости. Одна очень древняя, едва ли не самая первая, которую выделяют, а вторая это наоборот самая молодая. То есть на Байкале очень своеобразная ситуация. Там древние горы снова начали создавать горы. Такой вот момент. Найдите на тектонической карте щиты и плиты. Ну вот, собственно говоря, в атласе та самая карта. Вот вы можете ее увидеть. Это атлас географии за 8 класс. И обратите внимание на легенду. Вот розовым цветом обозначены выступы кристаллического фундамента. То есть те самые щиты. Вот он, Алданский щит. Вот, собственно говоря, Балтийский щит. Плюс еще вот есть два щита, которые обозначены цифрами. Один и два. Один это Воронежский массив. Второе это Аннабарский щит. Ну а все остальное, видите, осадочный чехол древних платформ. То есть русская платформа это древняя платформа с древним щитом. И сибирская платформа тоже с древним щитом. А зеленым цветом обозначен осадочный чехол молодых платформ. Вот он зеленым цветом. И видите, здесь вот Уральский хребет, который так вот буквально прорезает этот самый зеленый цвет. В пределах каких литосферных плит расположена территория России? Ну вообще-то прежде всего в пределах евроазиатской литосферной плиты. Потом есть небольшое, так сказать, задевание. Частично это североамериканская плита, Которая также немножко заходит на нашу территорию. Что положено в основу составления тектонической карты? Собственно говоря, строение земной коры. И возраст, то есть изучают какого возраста, где какие находятся, собственно говоря, Образцы горной породы. И вот, собственно говоря, они кладутся в основу, в основание тектонической карты. Благодаря возрасту можно четко определить, где какая территория, где идет какое-то горообразование, где нет. Какие существуют виды тектонических структур? Ну, исходя из параграфа, это платформы и области складчатости. Как процесс образования платформы отражается на ее строении? Собственно говоря, платформы это просто достаточно ровная такая поверхность. Правда, изначально она, конечно, была гористой, но потом горы были разрушены и возникли равнины. Так что процесс образования на ее строении, да не очень-то он складывается. Платформы, что старые, что молодые, похожи между собой. Внизу находится основание кристаллическое, а на поверхности находится слой осадочных пород. Вот и все. Какие процессы привели к возникновению молодого тихоокеанского складчатого пояса на востоке страны? Движение литосферных плит привели к образованию этого самого тихоокеанского огненного кольца. Горы возникают на границах между литосферными плитами. Как тогда можно объяснить возникновение уральских гор, расположенных в центре огромной евроазиатской плиты? Очень просто. Горы возникают, когда идет столкновение плит. Но через некоторое время плиты могут, так сказать, спаяться, свариться, как металл между собой. И возникает единая плита, по границам которой уже идут свои процессы. Горы как бы в центре плиты остаются, но плита при этом уже становится абсолютно единой. В этом случае уже землетрясения полностью заканчиваются, а горы начинают постепенно разрушаться. Вот так вот.